Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Слово о деле. Авторский проект Андрея Усенко на 101FM. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире на 101FM программа «Слово о деле» у микрофона Андрей Усенко. У нас сегодня, может быть, не такой уж и торжественный повод, но для меня знаковое событие. Сегодня выходит 50-я программа «Слово о деле» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове. Для меня это значительная и серьезная цифра. 50 раз я в этой студии встречался с интересными людьми. 50 раз старался задать им вопросы, которые будут интересны вам. Надеюсь, что следующая 50-я по счету программа также будет иметь место быть, то есть будет уже 100-й. Надеюсь, что вам будет это по-прежнему интересно, и для вас мы будем делать эту программу «Слово о деле». Сегодня постарался я программу сделать необычной, но, собственно говоря, проще всего это сделать, приогласив сюда необычного гостя. Программа «Слово о деле», как правило, подразумевает встречу с бизнесменом, встречу с предпринимателями, потому что в нашем представлении дело обозначает бизнес. Но я потому и назвал программу «Слово о деле» в свое время, чтобы иметь возможность разговаривать не только с бизнесменами или чиновниками. Дело, в моем представлении, это то, чем человек занимается профессионально, с душой, с сердцем, с увлечением. И это может быть не только бизнес, это может быть любое дело, которое его привлекает и которое он делает хорошо. Хорошо. Именно такой человек сегодня у меня в программе, хотя его деятельностью не является бизнес, и это даже не госслужба формально. Вот такое необычное представление у меня сегодня в гостях уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. Добрый день. Добрый день. С праздником, Евгением Андрея Леонидовича. Спасибо, спасибо, Владимир. Вот скажите, уполномоченный по правам ребенка, вообще институт уполномоченного, это что это такое? Это госслужба, это, ну формально я знаю, что это госслужба, но с точки зрения основной деятельности, вот все-таки в чем она состоит? Ну вообще, да, на данный момент сейчас это, хотя в некоторых регионах еще разные статусы, да, то сейчас это госслужба, мало того, это госдолжность, настоящая государственная должность в Кировской области, в других субъектах, государственная должность субъекта Российской Федерации. Вот, изначально было, там кто на волонтерских основаниях, на общественных, вот, в разное время в разных статусах, то есть я начинал свою деятельность здесь как госслужащий, госдолжность была, ну где-то после половины этапа. А сколько лет уже институт уполномоченного по правам ребенка? В Кировской области или вообще? Да, в Кировской области. В Кировской области, ну, поскольку я являюсь первым, то можно считать, что с 1 июля 2010 года, вот, такой институт существует. То есть практически 3,5 года? Ну да. Ну вот давайте все-таки об институте поговорим, Владимир. Вот, на мой взгляд, у нас сейчас несколько уже есть уполномоченных, уполномоченная по правам человека такая, да, первая, как бы, ласточка в этой сфере. Вы уполномоченная по правам ребенка, уполномоченная по правам предпринимателя сейчас создан. Вообще, на мой взгляд, уполномоченные по правам кого-либо, по сути, это уполномоченные по обязанностям чиновников и государства. То есть эти права задекларированы априори государством изначально, но ввиду их невыполнения или недобронекачественного выполнения необходимо введение еще одного чиновника, который будет за этим следить. И для меня, ну, единственным там разумным существующим уполномоченным является институт уполномоченного по правам ребенка именно, потому что дети там сами свои права защитить явно не могут. Не могут знать о них, не могут защитить. Все остальные-то в состоянии. Есть еще категории инвалидов, есть граждан, ну, так что совсем к этому, ну, мне приятно, что вы говорите так, конечно, но вопросов много и в других категориях. Ну, давайте все-таки вот будем правде в глаза смотреть. Дети действительно, они не могут не знать свои права, не защищать, потому что они несовершеннолетние, не имеют на это там, ну, просто не в состоянии. Поэтому человек, который там следит за соблюдением их прав, имеет право на существование и даже, наверное, должен быть в отношении там прав человека, ну, настолько расплывчато вообще, что у меня там есть вопросы. Так же, как, кстати, и с уполномоченным по правам предпринимателей. Ну, это моя личная позиция. В чем состоит работа уполномоченного? То есть, по сути, вы должны, насколько я понимаю, следить за соблюдением прав тех, той категории, о которой вы заботитесь. Значит, ну, начнем сначала. То есть, я соглашусь с вами, там, тот посыл, который вначале у вас прозвучал, что если бы у нас соблюдались там все законы в том виде, в котором они есть, то есть, если бы там все чиновники или там все государственные органы там выполняли свои обязанности и делали, как должны делать, да, то, наверное, и не нужно было бы создание таких институтов, как уполномоченный по... К сожалению, в настоящее время, ну, вот говорить о том, что это есть или там нечем заниматься, не приходится. То есть, ну, вот у нас ситуация, что чем дальше, тем больше. Это правда. И по количеству обращений... Оно ухудшается или просто... Не в этом дело. Глубже там приходится разбираться. То есть, ну, давайте так, вот у нас время позволяет, да, я не буду перечислять, ну, во-первых, все, все то, чем я занимаюсь, прописано в законе об ополноченном по проблемам ребенка в Киевской области, да, я блоками расскажу. Во-первых, это прием граждан. Личный, выездной, вот, и вопросы, с которыми обращаются граждане, они спектр очень широкий, я чуть позднее этого коснусь. То есть, это обращение, работа с обращением. Причем, с каждым обращением приходится работать не, там, один раз, да, получили, ответили. То есть, это мы даже не говорим, что это письменное обращение, это у нас есть прием, который, там, устный прием, личная консультация, да, консультативный прием и так далее. Вот. На данный момент количество обращений, там, ежегодно исчисляется сотнями. То есть, порядка, там, 600, в этом году мы еще не подсчитаны, по прошлому году было порядка 600 обращений только, только, вот, от граждан. И по каждому, по некоторым работа ведется, ну, не заканчивается и, там, и год, и полтора, там, как у нас было в случае с одной, там, из школ-интернатов, то есть, работа велась два года. Да, да, да. Вот. Значит ли это, что люди обращались, там, в надлежащие структуры, в должное решать вопросы, но там не получали? Разные. У нас ситуации бывают разные. У нас бывает ситуация, когда к нам обращаются, как уже, в последние инстанции. У нас есть случаи, когда к нам обращаются, просто не зная, куда обратиться, или обращались в другие инстанции, и их, там, не принимали, ввиду того, что, ну, вот, на самом деле, не туда, куда нужно. Есть вопросы, которые, возможно, решить только в судебном порядке, тогда мы людям разъясняем, что вам нужно делать это, это, это и это. Ведь нам приходят, знаете, и очень молодые мамы, и матери-одиночки, то есть, и проблемы, когда там не могут найти отца алименщика или еще какие-то, они просто не знают, что делать. Особенно, если это мама, там, бывшая, сама бывшая выпускница детского дома, которая фактически осталась одна. То есть им, ну, не знаю, не говорю, что ей некуда идти, но пока вот система не отстроена, там, вот, сопровождение, то есть, вот, ну, люди идут к нам. Это, 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 вот, мы уже, там, перешли к обращению. Детали, ну, я просто про обращение, мне вот, ведь в нашем представлении, ну, не могу не задать этот вопрос, в нашем представлении уполномоченного по правам ребенка, это тот, кому дети приходят, там, пожаловаться. Дети-то приходят? Нет, дети не приходят. Дети не приходят, то есть на прием это все-таки взрослые. Или приходят дети, которые, ну, их категория, уже дети постарше, скажем, да, категория детей, это все равно дети, конечно, 16, 17, 18, или приходят дети, которым уже, на самом деле, по 25 лет, но это бы люди, лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и мы вынуждены подчищать вот большие очень проблемы и грехи предыдущих лет, что касается особенно жилья. Вот по жилищным вопросам вот эта категория, которая приходит уже постарше, она достаточно большая. То есть когда приходят, у них нет ни документов, и выясняется, что там, где им давали, там развалюха какая-то, то есть тогда не было. Сейчас, вот в настоящее время, эта работа с такой категорией вот нынешних детей поставлена совсем по-другому. За предыдущие годы, к сожалению, приходится вот этим выпускникам расплачиваться вот сейчас и эти хвосты почищать только сейчас. Что касается, там, непосредственно детей, у нас другая форма работы, там, не прием, да. То есть я, вот, это вторая составляющая, кроме обращений. Конечно, я встречаюсь с детьми и в детских домах, и в школах. У нас есть такие, как бы, формы, как, там, встречи, есть лекции, есть, там, беседы и так далее, и так далее. Это вот составляющая, или, там, ответы на вопросы, или большая составляющая правового просвещения. Вот как раз по различным направлениям. То есть вы рассказываете детям, на что они нет правового. Да, это просветительская деятельность. И еще одна составляющая этой же просветительской деятельности, кроме, как бы, устной, это формирование некой, ну, мы для себя называем это, там, библиотечки, да, ну, вот такого правовых знаний. То есть брошюрки, методички, какие-то памятки, доклады ежегодные специальные, специальные, вот. То есть это вот такая тоже просветительская деятельность, но она больше, более, там, печатная, или еще есть формы, там, через средства массовой информации, и сейчас есть интернет, то есть не обязательно печатать, можно в электронном виде создать, это разослать. Далее, есть большой блок, это работа по мониторингу ситуации с соблюдением прав и законных интересов детей на территории региона, то есть в той или иной сфере. Право на образование, право на получение медицинского обслуживания. То есть вы оцениваете, насколько это доступно, как это реализовано. Да, и насколько опасна безопасность. То есть вот могу сказать, там, по большим, ну, там, вот у нас в этом году уже три мониторинга было, там, по большим, скажу, да, первый, это по информационной безопасности на школьных сайтах, о котором уже говорили в эфире, да, то есть это порядка полутора тысяч учреждений, то есть, да, тысяча четырест... Вы проверили информацию, которая на этих сайтах доступна. То есть вот мониторинг вот этого направления, да. Кошмарная ситуация, насколько я знаю. Ну, 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 это так, вот. Что еще отмониторили? Второе, это летняя оздоровительная кампания, это, я говорю, вот такие целевые, как бы, направления, да, это 19 лагерей, хотел бы отметить, что все, о чем я говорю, это проходит только лично с моими участиями, то есть это лично, если я говорю, там, 19 лагерей, это значит, что я лично проехал все 19. 20 лагерей, независимо от того, где они находятся, то ли в пригороде города Кирова, или за Авятскими полями, там, 330 километров. То есть стопроцентный охват. Вот, по лагерям у нас ситуация в этом году, ну, тоже, можно сказать, отдельно. Я в течение этого месяца дважды выступал на совещаниях, которые мы, по итогам летней оздоровительной кампании, то есть по итогам нашей работы в этом году и по тем материалам, которые по итогам мониторинга и наших поездок мы отправили в соответствующие органы, у нас в этом году вынесено 4 представления прокуратуры, значит, несколько представлений Роспотребнадзора и порядка 12 Росздравнадзора. То есть по тем материалам, которые по тем, с нашей точки зрения. Представление, что это означает? Я поэтому и хотел спросить, то есть вы понаблюдали, а мониторили дальше что? Представление об устранении нарушений. То есть это требование на устранение нарушений? Это требование на устранение нарушений. То есть если говорить там по деятельности совместной с Роспотребнадзором, это наиболее такая у нас, ну, скажем, широкая и продуктивная вот эти последние годы. То есть если мы приезжаем и видим, что в лагере имеются там просроченные продукты... Какие-то факты вы называли там на месяц? Ну, там, да, у нас, ну, могу привести один из примеров только, да, в этом году. Представьте, там в лагере на 400 детей, значит, есть склад, и в предбаннике этого склада стоят 5 коробок с куриными яйцами. Вот большие коробки, которые, знаете, в магазинах такие большие. Количество температуры плюс 29 градусов. Две из этих коробок имеют срок хранения при той температуре, которая вообще должна быть в холодильнике. У них срок реализации через два дня заканчивается. Вопрос, при такой температуре, что там вообще? И, ну, я думаю, что наш приезд там поспособствовал того, чтобы мы не прогремели там на всю страну, как минимум, да, и вот это. Или там второй случай, опять же, из этого года, вот по молочке, да, в одной из школ, из района, когда мы приехали, значит, молочка для школы из 600 детей, да, вот вся молочка, которая была там за исключением трех пакетов только, уже была просрочена на 14 дней. То есть на две недели. И это молоко не попало в пищу детям. Понес наказание? Да, конечно, соответствующие акты Роспотребнадзор вносят. Тут вопрос, как бы, может возникнуть, да, как бы, почему там Роспотребнадзор, например, да, или соответствующие органы. Есть нюансы, я сейчас как бы объясню, и еще на третьем примере, третий мониторинг, который будет, сейчас скажу. Значит, Роспотребнадзор, и здесь мы как раз с ними нашли очень хорошую там, ну, такой форму взаимодействия. У нас там прекрасное понимание, и как раз они рассматривают нас как очень своих серьезных помощников, потому что у нас сейчас существует порядок, собственно говоря, работы, ну, такой организации, как Роспотребнадзор, например, да, да, лагеря принимается. А все остальные выезды Роспотребнадзора, управления, значит, они должны быть или планово, или по заявлению, да, по обращению. То есть в данном случае наши обращения являются для них основанием для выезда. Теперь, что говорить о плановости? Значит, плановая проверка, это, в моем понимании, всегда красные ковровые дорожки. То есть когда говорится, у вас 21 числа, в пятницу будет приехать. Понятно, что там к этому числу, и Роспотребнадзор сам об этом говорит, все будет вычищено, вылезано, как бы прибрано и так далее, и так далее. Наш график ни с кем не согласуется, наших поездок, да, я по закону при предъявлении удостоверения могу посещать любые учреждения, независимо от формы собственности на территории Кировской области, которая, собственно говоря, имеет какое-либо отношение к детям, вот по тем вопросам, которые связаны. Соответственно, я могу приехать в этот же лагерь, мы понимаем, что это учреждение, которое должно обеспечить круглосуточный режим 100% боевой готовности, это учреждение с круглосуточным пребыванием детей, и говорить о том, что там, вы знаете, проблема эта должна быть только решена перед приездом Роспотребнадзора, не приходится. Поэтому у нас оценка ситуации, и мы видим ситуацию более объективно, то есть мы видим ее в режиме реального времени, то есть не специально там, или раз в три года, там, проверки, да, а более, то есть мы приехали, и вот по факту есть, если оно это есть, то есть. То, что на самом деле видите. Да, и вот третий мониторинг, который я хотел бы сказать, там, вот в этом году большой, только что, мы даже еще не закончили, это по обращению департамента образования города Кирова, после одного из происшествий в частных детских садах города, когда умер ребенок, вот нас попросили посмотреть ситуацию, как бы вот с этим, то есть мы бы все равно рано или поздно к ней подошли, вот, но вот как бы отдельный мониторинг, и вот в течение предыдущих полутора месяцев порядка 50 негосударственных учреждений, которые оказывают субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в этой сфере работают в городе Кирове, я лично объездил сам, да, тоже, значит, с... Какое впечатление? Вообще, сколько из них детскими садами-то могут называться? Я не буду открывать сейчас, ну, как бы раскрывать всей информации, да, поскольку материалы, во-первых, мои поездки не закончены, и мы столкнулись с вещами совершенно удивительными, вот, они будут продолжаться, и, значит, те материалы по отдельным учреждениям, которые были направлены, они сейчас находятся на проверке, и я не могу сейчас сказать о результатах, чем это закончится, там, вот, или закрытием какого-то учреждения, или внушением, вот, а впечатлениях, вот, почему все не буду там раскрывать, да, вот из этих порядка, из 50 учреждений, ну, во-первых, когда мы задали вопрос, хорошо, мы готовы провести мониторинг, то есть объехать учреждения и посмотреть, и в случае, если мы видим какие-то явные нарушения, подозрения на нарушение, тогда мы обращаемся с соответствующим заявлением и проводят уже проверку соответствующий орган. Вот, во-первых, у нас по городу, во-первых, мы задали сразу вопрос департаменту образования, дайте нам список. Куда ездить, да? Ну, как бы, да, то есть я знал ответ заранее, мы знали ответ заранее, дайте нам список. Этого списка нет, не существует. То есть всех, значит, там, Роспотребнадзор, дайте нам список. Администрация города Кирова, дайте нам полный перечень. Его нет, потому что, на мой взгляд, в этой сфере сейчас существует некая бакханалия. Вот я по-другому назвать это не могу. Из всех учреждений, которые сейчас существуют у нас, всего три являются лицензированным. Это вот тот частный детский сад, о котором мы можем говорить. Их всего три. Полноценный, настоящий. Полноценный, настоящий, да. Ну, значит, из трех там одна это сеть, и два как бы отдельно взятых. Ну, вот как бы юридических лиц, вот их три. Четвертый это в городе Кирово-Чепецк. И все. Все остальное, как бы оно ни называлось, то есть под разными вывесками клуб, студия, студия развития, частный детский сад и так далее, так далее, так далее. Фактически большинство их оказывает те же самые услуги. То есть они кормят детей, там дети спят с ними, занимаются, проходят занятия и так далее, и так далее. Они таковыми не являются. Значит, из самых серьезных вещей, которые я могу уже там сказать, да, это есть учреждения, которые расположены в подвалах, в цоколях. То есть там, где не соблюдается, чего в принципе быть не должно. То есть мы не говорим о том, что чище там или не чище. То есть в принципе вот такого вида учреждения в подвале быть не должно. А мы это видели, соответствующие документы уже ушли. А еще там один, могу несколько примеров привести. Там по питанию детей, да. Если там большая доля таких учреждений заключает договор с одним поставщиком, который более-менее контроль можно обеспечить, там возится в термосах, сами готовят. То мы выявили случай, когда там одна частная предпринимательница, которая там открыла у себя, у нее же есть столовая где-то в другом месте. И она говорит, ну а что, я сама у себя и вожу. При этом возит там в пластиковых контейнерах обычно, когда мы аккуратненько заводили вопрос, там термосы. Ну то есть вот то, как должно быть, да. Ой, да у нас не успевает там остыть и так далее, и так далее, и так далее. И вот это подход такой-то. Потом, то есть мы выявляем такие места, о которых не знает никто. Никто, да. То есть люди искренне удивляются, а как вы нас нашли? При этом они как бы аккуратненько проводят набор, вывеска висит, но это вот в таком месте, в котором нет. Мы эти знаем. У нас был случай, когда детей на время нашего посещения просто вывели. То есть искали, ой, нет, мы как бы, мы тут только дети приходят на час, мы только рисуем и так далее. То есть информация у нас была, мы вернемся повторно, там, два-три раза, как бы, в это, потому что мы знаем. И когда мы приходим, кроватки стоят заправлены, а это-то что такое? Ой, это, знаете, если ребенок вот за этот час, он устанет, он может прилечь. Ну, знаете, вот такой детский сад в кавычках, при этом абсолютно безответственно. Детский сад в полном смысле этого слова. В полном смысле этого слова. Скажите, а родители-то чем думают, когда ведут туда своих детей? Это от безысходности, что вообще деть некуда, или от незнания того, как это должно быть? Здесь я вижу, что и то, и то. Во-первых, у нас действительно, как бы, почему это так возникло, да. Но мы же знаем очередь, которая в детские сады стоит там в городе. Да, то есть вот я вижу, что в настоящее время есть проблема. Потому что не в состоянии обеспечить местами в детские сады там всех желающих. То есть от трех лет сейчас, в принципе, у нас более-менее ситуация хорошо. В таких учреждениях дети от года двух, от года трех и выше, да. Родителям там нужно выходить на работу. То есть мы, там, государство, да, неким образом вожжи вот отпустило, расслабило. И очень сильно. Когда мы говорим о проверках контрольных или неконтрольных, да, вот что делается? Почему никто не знает, что творится там? Потому что никто не знает про эти детские сады. Потому что, во-первых, не знает. Потом, этот частный предприниматель, который зарегистрировался, вы же как предприниматель, ну, как человек работающий, вы знаете, что первые три года, значит, никто не придет, не придет и далее. Соответственно, вот эти три года у нас этот сегмент, который сейчас начал активно развиваться, он вообще как бы не контролируем. И второй момент про родителей. Значит, мы выясняем, что родители просто не понимают. То есть им вот особо недобросовестные люди говорят, мы лицензированы, у нас есть эпидзаключение и так далее, и так далее. Есть все хорошо. Они не понимают, что этого не может быть в принципе в этом подвале, который есть. И второе, у нас не очень все-таки просвещение такое. Они не знают, что вот в двух соседних домах, на самом деле, там вот в одном из районах мы выяснили, есть хороший пример и есть не очень хороший. Цифры, которые, суммы берутся с родителей, они абсолютно адекватны. Причем в том вот есть места. Родители просто пока не увидели разницы. Детский сад, в котором произошла та-то трагедия. Проверка продолжается. То есть пока выводы не сделаны. Нет, я не спрашиваю про результаты проверки именно поэтому. Он был зарегистрирован, лицензирован, там все было. То есть это как раз из череды тех... Нет, значит, он, я могу сказать, что по сравнению с остальными, это учреждение, оно неплохое. То есть, ну, как бы, будем говорить, что вот какие-то вещи или трагедии и череда случайностей может случиться в любом учреждении, в государственном лицензировании и так далее. Он не лицензирован, но лицензируется образовательная деятельность. Услуги по уходу и присмотру, лицензии, то есть они не подлежат обязательно лицензированию, но тогда это не должно называться на самом деле, что мы занимаемся вот так. Подождите, но вот есть группы временного пребывания, да, в платформе которой действуют многие как раз детские сады. Детский сад же подразумевает, наоборот, как раз полноценное пребывание целый день, питание горячее, отдых и все. Вот это должно быть лицензирование? Каким должен быть детский сад на самом деле? Значит, лицензируется образовательная деятельность. Детский сад в том виде, в котором он есть, это дошкольное образовательное учреждение. Этим сказано все. Там, где детьми занимаются, проводят какие-то группы, занятия, да, и где они могут отдыхать. Хорошо, давайте, Владимир, просто коротко, вот родителям, которые ведут своего ребенка в детский сад, какие документы должны представить руководители детского сада, чтобы родители были уверены в том, что это дошкольное учреждение? Они, по крайней мере, должны выяснить, есть ли у этих воспитателей, мы ведь с этим столкнулись, хотя бы какие-то договоры об устройстве на работу. То есть те люди, которые работают с их детьми, даже так. Даже так, вот, мы столкнулись с тем, что мы приходим, да, там спрашиваем, а есть справки о судимости? И нам говорят, а нам не нужно, потому что, значит, у меня нет людей, которые работают по трудовому договору. Вот, и мы с этим столкнулись уже, что до нас приходили определенные проверяющие органы, которые нарушений в этой части не нашли. Мы с другой стороны спрашиваем, подождите, а у вас какие вообще договоры? То есть их спросили, у вас есть люди, работающие по трудовому договору, которые вот обязаны предоставить справки? Они говорят, нет. Ну и хорошо, значит, не надо. А как же они у вас работают? А мы-то с другой стороны, а тогда, хорошо, а эти люди как работают? А пока никак. Это там мои родственники, большинство из них, поэтому 5 человек, которые работают. Поэтому родители-то, что они в договоре будут потом, с кого спрашивать? Эти люди не работают. То есть лицензия, справки, есть ли договор там и какие-то хотя бы сертификаты на питание, кто эти люди, которые там работают и так далее, и так далее, и так далее. Вопросов, на самом деле, очень много. Ну, в общем, обрадовавшись, что вы нашли детский. Если врач, они все говорят, да, у нас медицинская помощь оказывается, врач приходит один раз в неделю, и он официально не устроен. В общем, обрадовавшись, что вы нашли детский сад и договорились, проверьте все-таки, детский ли это сад, и смогут ли вашему ребенку обеспечить там необходимое сопровождение и содержание. Мы ненадолго прервемся. Это программа «Слово о деле». У микрофона Андрей Усенко. У меня в студии сегодня Владимир Шабардин, полномоченный по правам ребенка в Кировской области. Мы вернемся к разговору после короткой рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. «Слово о деле». Авторский проект Андрея Усенко на 101FM. Мы возвращаемся в студию. В эфире программа «Слово о деле». Юбилейная программа, 50-е. Ну, так сам себя не похвалишь. А так, вроде, и день уже радостнее. Веду я, Андрей Усенко, мой сегодняшний гость, Владимир Шабардин, полномоченный по правам ребенка в Кировской области. Мы с вами как-то все о проблемах и о проблемах, Владимир, до перерыва разговаривали. Каков вопрос, таков ответ? Ну, согласен. Да, собственно говоря, я бы сказал, какая ситуация, такой разговор там. Вот если коротко, чтобы мы не продолжили всю вторую часть эти проблемы обсуждать, можете блоками обозначить основные проблемы в сфере детства, с которыми вам за 3,5 года деятельности пришлось столкнуться? Вот основные проблемные зоны в этих вопросах. жилье детям-сиротам, элементные обязательства родителей, большая составляющая, значит, проблемы в области образования, вообще система функционирования детских домов в нашем регионе, которые, большинство из них, являются за исключением двухмуниципальными, а не на уровне субъекта, как в остальных регионах. Вот, ну, много на самом деле еще, то есть как раз не уложим все детства. Ну, смотрите, то есть это проблемы там текущей жизни, да, или эти проблемы развития, проблемы психологического состояния, то есть вот такими... Есть, ну, много составляющих, то есть есть где-то недоработка. Есть ведь еще один момент, мы начали там, чем занимаетесь, да, еще, что входит в функции. Есть пробелы в законодательстве, есть проблемы в межведомственном взаимодействии, когда вот по разным ведомственным инструкциям вот два там департамента не могут там состыковаться или пока не было необходимости. То есть вот налаживание межведомственного взаимодействия большая проблема. Одна из проблем... Ну, они такие все как бы точечные, я сейчас буду вынужден называть вам конкретные примеры для того, чтобы вот этого... Там проблема реабилитации детей, пострадавших от насилия, там, от сексуального насилия, то, чего не было у нас, а такие факты у нас еще не считаются. Слушай, ну, до обычных, ну, нормальных, там, в скобочках, там, не знаю, в кавычках, скажем, там, нормальных детей вообще руки, дело там доходит, то есть получается, что... Это был второй вопрос. Нет, вы должны понимать специфику нашей работы, что вот... И когда мне спрашивали, что самое сложное было в вашей работе, когда вы пришли сюда, я начал свою трудовую деятельность с того, что я после института 9 лет отработал в школе, вот, я вышел там с очень высокой квалификацией, да, вот, но я всегда работал с детьми с позитивом. То есть здесь специфика работы не предполагает работы с большим количеством позитива. То есть все-таки мы работаем с проблемами, да. И если идут обращения, то они же, ну, не плюсовые, да, если люди... Понятно, что с вами не идут делиться радостью. Да. То есть... Я все-таки хотел бы к позитиву вернуться в оставшееся время. Вот смотрите, все-таки, на мой взгляд, там, деятельность уполномоченного по правам предполагает не только решение проблем, да, но и некую работу в отношении, ну, развития, там, какого-то создания будущего. Что делается здесь? И, может быть, в разрезе этого вопроса взаимодействия с федеральным институтом уполномоченного, потому что я ведь понимаю, что многие вопросы здесь на месте, там, законодательные, не решить. Не решить? Ну, во-первых, у нас нет никакой вертикали, как бы, вот, то есть, уполномоченный при президенте РФ, он, как бы, отдельно. Вместе с тем, очень большая работа по объединению как раз уполномоченных региональных. Очень в этом году, то есть, где только и не побывал, вот. И как раз совместная работа с коллегами позволяет, во-первых, брать очень хорошие проекты друг друга, во-вторых, смотреть, где в том или ином регионе, какие есть или проблемы, или, наоборот, положительный опыт. Вот если о позитиве говорить, да, то я могу привести, там, последний, очень радостный, да, пример, там, и очень позитивный. Это, значит, предложение мое, я привез пакет документов по предложению по созданию службы ранней помощи, и мы этот вопрос обсудили с Дмитрием Александровичем Матвеевым, значит, с руководством департамента здравоохранения. На прошлой неделе у нас состоялась уже, как бы, фактически вторая, там, рабочая группа по этому вопросу. И этот вопрос сейчас идет очень серьезными, такими темпами развивается создание службы ранней помощи детям. Вот это как раз тот плюс, тот позитив, который мы формируем здесь дополнительно. Медицинская помощь? Это такая, это комплексная. То есть там и департамент здравоохранения, и образование, и социалка, и общественные организации, значит, родители. Это такая комплексная помощь от нуля до четырех. Мы даже там чуть больше продлили, по мнению департамента, до семи лет. Но вот когда это будет получаться, формироваться, я думаю, что ближе к Новому году, начало Нового года, мы об этом уже узнаем, увидим, можно будет поговорить отдельно. Но вот это такой очень хороший опыт, который было принято решение, за это нужно сказать спасибо, тиражировать и у нас развивать. Вот, а из позитива, ну, у нас достаточно большое количество там общественных организаций и проектов, которые есть. Мы их всячески поддерживаем. И вот есть задача в создании там инклюзивного образования и формирования там среды доброжелательных детям. Позитив есть. У нас есть там, опять же, одна из, один из приоритетов, это формирование там позитивного имиджа выпускников детских домов и вообще там детей-сирот. Вот сегодня у нас будет как раз после эфира, там через час в рамках фестиваля «Семи холмах» в обсуждении этой темы. То есть вот здесь, там у меня есть там под моим крылом собственный проект там с ребятами из детских домов, которыми мы занимаемся. Вот, то есть позитив тоже есть. Есть позитив, вот, есть там радостные моменты, вот. Ну, проблем, с которыми мы работаем, ну, их объективно больше. То есть не было бы проблем... Собственно говоря, бытового вас и создали, да? Наверное, да. Я просто вынужден уже по времени завершать наши разговоры. Знаете, вот, обычно, когда заканчиваешь программу, благодаришь гостя и чего ты ему желаешь. Я сейчас задумался на том, чего вам пожелать и нам всем. И, видимо, пожелать-то придется, чтобы через некоторое время не было вашей должности, Владимир. В принципе, я присоединюсь, и на самом деле, там, на самом первом сезде, в котором я побывал, общая мысль такая и была. То есть дай бог мы когда-то доживем до того времени, когда наша должность будет не нужна. Не потому, что как бы она не нужна, а потому что проблемы эти уйдут. Проблемы уйдут, и с правами детей, и ребенка все будет замечательно. Я согласен с вами полностью. Поэтому пожелаю вам этого, и, собственно говоря, исполнение вашего желания в значительной степени от вас и зависит. Понимаю, что труд ваш непростой и нелегкий. Действительно, сталкиваться приходится больше с негативным, чем с позитивным. Но уверен в том, что вашими стараниями получится добиться многого. Надеюсь, что и наши слушатели сегодня узнали о том, чем вы занимаетесь, для чего. И приложат и свои усилия к тому, чтобы вас поддержать и вам помочь. Спасибо. Я благодарю вас за сегодняшний разговор. Спасибо огромное. Вот так необычно, как началась, заканчивается 50-я программа. Обещаю, что и впредь в эфире программы «Слово о деле» на «Эхе Москвы» в Кирове можно будет услышать интересных, позитивных людей, которые будут рассказывать, конечно же, в том числе и о проблемах. Но это будет разговор о деле. В студии программы был Вадимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. С вами был Андрей Усенко. До свидания.